На границе с Грузией многокилометровые очереди из-за желающих избежать мобилизации в России. Это одна из немногих стран, куда россияне могут въезжать без виз и оставаться в течение года. В страну ежедневно приезжает порядка 10 тысяч российских граждан. Пока россияне беспрепятственно въезжают в Грузию, в стране разгорелись настоящие дебаты. Пускать или ограничить во въезде, вводить визовый режим или не стоит. Эти вопросы особенно деликатны для грузин, учитывая, что 20% территории оккупированы российской армией. В правящей партии уже заявили, что въезд для россиян не ограничат. Это решение поддерживает далеко не каждый. Согласно соцопросам, около 70% населения выступает за введение визового режима. Некоторые высказываются из-за полное закрытие границ. Мы прошлись по улицам Тбилиси, чтобы узнать, что именно волнует грузинскую общественность. Если ежедневно будет въезжать столько россиян, это отразится на ценах на продукты питания и на жилье. Будет еще больше машин и пробок в городе. Да, мы должны открыть наши двери россиянам. В противном случае этих людей заберут на войну. Для наших украинских братьев будет хуже, если они поедут на фронт. Ситуация для нас очень опасная. Может прийти время, когда российская армия придет защищать своих граждан сюда. Мы это уже видели в Украине. Несмотря на недовольство, правящая партия считает, что нет никаких моральных оснований для закрытия границ с Россией. С одной стороны, есть мнение, что россиян нельзя впускать в соседние страны и в страны ЕС. С другой стороны, есть страны, которые классифицируют бежавших от мобилизации россиян, как беженцев и отказников, которые не хотят служить в российской армии. Нет консенсуса. У нас нет моральных и политических оснований отказывать этим людям во въезде. Многие из них – диссиденты и отказники, которые не хотят воевать за путинский режим в Украине. В свою очередь, оппозиционный политик Хатеда Канаидзе, в прошлом руководившая национальной полицией Украины, призывает не называть новоприбывших беженцами. Я не считаю их беженцами. Скорее всего, эти люди не протестовали против путинского режима. В той или иной форме согласились с агрессией в Украине. Да, у них есть право уехать из страны, но думаю, что они должны остаться в своих городах и выйти на улицы. Это их обязанность перед цивилизацией. Грузинский парламент, как и грузинское общество, разделилось на два лагеря. Правящая партия обвиняет своих оппонентов на внетании ситуации. А оппозиция критикует власть за пассивность. Несмотря на отсутствие консенсуса, для россиян Грузия уже стала домом. Или же транзитным пунктом на пути в другие безопасные страны.